МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай не поедем, Анна, я тебя очень прошу. Давай не поедем, у нас своих проблем же выше крыши. Ну, пожалуйста. Докончательно идти. Там делов на полчаса. Я уже обо всем договорился. Все, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давай, Лев, фотоаппарат. Я здесь закончу, а ты поезжай. Ну, как успехи? Машину взорвали, это однозначно. И, судя по всему, работал профессионал. Да, визитку оставил, клеймо мастера. Очень смешно. Взрыв произошел, судя по всему, с задержкой. На месте взрыва наши молодцы обнаружили фрагменты китайского будильника. Очевидно, часовой механизм активировался путем включения зажигания в автомобиле. Понятно, человек садится в машину, заводит, разгоняется и... Бабах! Ну, типа того. А типа взрывчатки. Пока сложно сказать, нужно сделать экспертизу. Но, скорее всего, это промышленные шашки, причем старого образца. Такие уже лет 7-8 как не выпускаются. А ты чего это вернулся? Ты же вроде уже попрощался. А меня Рогозин попросил вернуться. Говорит, ну, Белозеров, без тебя никак нельзя. А ты не пробовал телефон отключить, а? Пробовал. Ну и как? Ну и так. Сам попробуй отключи, узнаешь тогда как. Сейчас, Галина Николаевна, одну минуту. Значит так, участковый прекрасно знал Захарову. Она работала у них в районе инспектором исполнения наказаний. Да, присматривала за условно осужденными, условно освобожденными. Жила одна, семьи у нее нет. Я пальчики и полотенце из ванны для сравнения ДНК взяла. А в квартире ничего интересного, кроме сейфа, нет. Вот сейчас как раз вскрываю. Да живая, живая, Галина Николаевна. Здесь все очень серьезно. Здесь зарплата инспектора лет за 300-400 безопречной службы. Давайте я вам перезвоню. А это что? Золото. Погибшая Захарова Елена Борисовна. 34 года родилась в Магаданской области, в городе Золотогорске. Закончила юрфак, работала в Золотогорской прокуратуре следователем. В Москву переехала пять лет назад и работала здесь инспектором по исполнению наказаний. Очень странное понижение в должности, даже несмотря на переезд в столицу. Надо сделать запрос в Магаданскую прокуратуру по этому поводу. Из родственников единственная сестра младшая Лиза живет в Золотогорске. И пытались ей звонить, но трубку не берет. Так в Магадане сейчас глубокая ночь. Может быть, телефон отключен? О, возможно. Я сделал запрос на работу Захаровой в Москве. Характеризуется положительно. А на выходные она собиралась ехать отдыхать в дом отдыха в Подмосковье. Надо запросить список ее поднадзорных уголовников. Возможно, это убийство связано с ее работой. Серый, ну что, получила распечатку телефонных звонков убитый? Ты знаешь, очень странно. Ее мобильник был выключен еще вчера вечером. И никаких звонков она больше не совершала. Интересно. Интересно, вот еще что. Последний звонок с мобильного телефона Захарова был сделан некоему Эдуарду Велимирову. Редкое сочетание. Так, Эдуард Велимиров 39 лет. Кстати, она звонила ему по пять раз на день. Это же что-то ему да значит. А его телефон включен? Выключен. Кстати, последний звонок тоже почти сутки назад. Я все понял. Это он. Кто он? Неопознанный труп в машине. Это Велимиров. Это, скорее всего, ее любовник, раз она звонила ему несколько раз на дню. Их вместе и взорвали. Очень здравая мысль. Но ее надо проверить. Алло. Привет. Ты знаешь, у нас появился кандидат на роль неопознанного мужского обгоревшего трупа. Галина Николаевна, значит так, Велимирова дома нет уже второй день. А жена говорит, что постоянной работы у него нет, и он перебивается случайными заработками. Это его? Алло. Я взял образцы ДНК. Ну да, сейчас привезу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что с образцами? Образец полотенца, который нам привезли из квартиры Захаровой, я уже почти обсчитал. А вот образец Велимирова я только поставил. Что, какая-то ерунда. ДНК трупа Захаровой не совпадает с ДНК, изъятым из ее квартиры. А что за образцы изъяли из квартиры? Полотенце, зубную щетку. Щетка была одна, полотенце одна. Остается только одно. В машине взорвалась у меня Захарова. ДНК Велимирова тоже не совпадает. У нас в морге совершенно другие люди. Галина Николаевна, сообщение из ГИБДД. На тридцатом километре пригородного шоссе произошла авария. Женщина-водитель погибла на месте. По документам это наша Захарова. Машину и труп они увезли к себе, начали разбираться и узнали, что этим делом занимаемся мы. Значит так, пусть все везут к нам. Машину на экспертизу, труп в морг на вскрытие. Я что-то не поняла. Ну, Захарова же у нас в морге. Аллочка, концепция поменялась. Ну что, Юляш, замок в водительской двери взломан довольно профессионально. Замок зажигания вообще закротили. Так что, скорее всего, это угон. Браво! Автомобиль угнан сегодня утром. Подушки безопасности отключены. Ремнем безопасности, судя по пыли на нем, вообще никогда не пользовались. Так что у водителя практически не было шансов. А я всегда говорила, пока наши сограждане ездят без ремней, наши патологоанатомы без работы не останутся. Что скажешь, Валя? Смерть наступила из-за разрушения шейных позвонков, произошедшего из-за их резкого горизонтального смещения. А данное разрушение повлекло за собой несовместимую с жизнью травму спинного мозга. Разрушения наступили в результате ДТП? Мне уж сложно сказать. Если водитель был не пристегнут и в момент удара так вот повернул голову, то вполне может быть. А точное время смерти? Около 18. Как 18? А ты ничего не путаешь? Я. Наши эксперты говорят, что бортовой компьютер автомобиля показал время аварии. 20.57. Галя, она умерла сегодня 18 часов. Плюс-минус 20 минут. Это задачка для третьего курса медицинского института. Вальчик, ну извини. Я не хотела тебя обидеть. Я не обижаюсь. Надо еще раз все проверить. Там недалеко пост ГАИ. Возможно, у них на камерах есть эта машина. Если Захарова умерла в 18, а авария наступила в 20.57, то это значит… Галь, я могу сказать тебе точно только одно, что со сломанной шеей она никак не могла вести автомобиль. Значит, авария – это инсценировка. А убили ее раньше. ДНК трупа шоссе совпадает с ДНК зубной щетки из квартиры Захаровой. Ну, это какая-то определенность уже. Слушай, а ты чем там занят? А я занимаюсь нашей основной уликой – заколкой в волосах Захаровой. Так вот, на ней остались патажировые мужчины. Ну, и что? Я проверил камеру ГИБДД и узнал, что машина, в которой был труп Захаровой, проезжала через пост в 20.02. А Захарова уже была как два часа мертва. А при чем здесь заколка? Антонова говорит, что Захарова умерла от разрушения шейных позвонков. Я думаю, что на заколке остались патажировые самого убийцы. Кстати, характер переломов об этом говорит. А потом он вывез загород и инсценировал аварию. Но дело-то точно не у Велимиров. ДНК не совпадает. Галина Николаевна, никак не можем дозвониться до сестры убитой Захаровой в Золотогорск. Там уже практически вечер, они мобильные домашние не отвечают. Ну что, звони в Золотогорск, подключай милицию. Пусть они на работу к ней съездят, соседей опросят. Не могла же она ищет? Не могла. Ты знаешь, у убитой Елены Захаровой была обнаружена огромная сумма денег и целый килограмм золотого песка. Что считаешь? Ответ из Золотогорской прокуратуры на наш запрос. Захарова у них работала следователем. Пять лет назад уволилась. Репутация чиста, как первый снег. А килограмм презиренного металла ей был выдан в качестве выходного пособия? Вряд ли. Рогозина уже вызвала специалистов по золоту. Они утверждают, что песок намыли не раньше позапрошлого сезона. И к тому же такое количество песка официально нигде не проходило. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Но вы должны знать. Пять лет назад у нас в районе было громкое, так называемое, золотое дело. Судили организованную преступную группировку, занимающуюся нелегальной скупкой и вывозом на материк золота. Так-так, очень интересно. Так вот, Елена Захарова была под подозрением в причастности к этой истории. Официально проверку не проводили, но из прокуратуры она тихо уволилась и переехала в Москву. Почти всю группировку по тому золотому делу тогда посадили на разные сроки. Материалы нашей местной прессы я вам выслал. Это начальство велело вам скрыть информацию? Нет, информации по Захаровой как таковой официально нигде нет. Это все на уровне слухов. Вы же понимаете, городок у нас маленький. Но, тем не менее, вы звоните из дома, а не с работы. У меня к вам будет просьба. Да, конечно. Мы не можем найти сестру Захаровой, Лизу Захарову. Поможете нам? Займусь этим немедленно. Спасибо, Василий. Это статья из магаданских газет про то самое золотое дело. Охотин прислал из Золотогорска. Спасибо. Я сделал запрос на подопечных Захаровой. И вот что выяснилось. Есть некий условно-досрочно освобожденный Владимир Колесов. И что интересно, точно такой же человек с точно такой же фамилией и именем есть у Захаровой в телефонной книжке. Она ему очень часто звонила. Колесов, Колесов, подожди. Только что я где-то видела эту фамилию. Точно, Колесов. Он проходил как раз по этому золотому делу. Ему восемь лет дали. Он еще три года сидеть должен. Да. А два месяца назад Колесов вернулся по УДО в Москву. Где и проживал по сей день до всех этих событий. Так, Колесов. Он проходил как организатор. Именно у него в квартире нашли золото и бухгалтерию банды в ноутбуке. И на него же показал единственный член группировки, который сотрудничал со следствием. Если это Захарова действительно как-то причастна к его посадке, то думаю, что просто он таким образом вернул ей должок. Так я за ним съезжу. Давай. Алла, а ты передай Белозерову. Пусть проверит срочно все телефонные звонки и связи этого Колесова. Хорошо. Алла! Что такое? У нас что-то новенькое? Золотогорская милиция пробила сестру убитой Захаровой. Лиза Захарова работала преподавателем в горно-рудном колледже. Два месяца назад неожиданно для всех уволилась. Дома ее нет. И где же она? Наверное, где-то здесь. Тогда жена купила билет до Москвы и уехала из Золотогорска. Так, это я виноват в ее смерти. Мне не зачем больше жить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Надо тело срочно отправлять к нам. Давай. Я к дочери в Смоленск ездила. Приезжаю, а мой Волочка висит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СМЕХ У нас еще один труп. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Еще одно убийство? Я бы сказала самоубийство. По крайней мере, никаких признаков постороннего вмешательства я не нашла. Странгуляционная Бразда косовосходящая, подъязычная кость сломана именно так, как если бы он сам покончил с собой. А синяки, ссадины? Может, вы заставили это сделать или силой повесили? Я осмотрела все тело, никаких свежих следов нет. Не царапины. Ну, хорошо, а время смерти? По моим подсчетам, примерно в 19-19.30 вчера. Постой, Захарова убили в 18 часов. Значит, Колесов теоретически мог это сделать. Теоретически мог. Но сам Колесов умер в 19.30. И он никак не мог вывести тело Захарова на 30-й километр и сымитировать аварию, которая произошла в 21 час. Что-то не срастается. Значит, был кто-то еще. Мы же Вилимирова, так и не нашли. Да не нашли. Как сквозь землю провалился. Честно говоря, единственное, что мы нашли, это деньги, золото и четыре трупа. Два из которых обгорели в машине. И то неизвестно чьи. Действительно, похоже на самоубийство. Предсмертную записку Колесов писал сам. Почерк записки совпадает с почерком его письма. С зоны. По крайней мере, одним убийством меньше. Хотя эту записку мы могли и продиктовать. А потом петлю на шею. Что там с моим телефоном? У Колесова было немного друзей. За два месяца после выхода из зоны всего 50 звонков. Матерь убиена Елене Захаровой. Она была его инспектором. И несколько звонков некоему Михаилу Окрокову. Это кто? Вот сейчас пытаюсь узнать. Что? Вот именно. Вот это клиент. Михаил Окроков. Он же массажист четыресудимости. Последнее за убийство. 53 года. Срок 15 лет. Вышел полгода назад. Чем дальше, тем страшнее. Похоже, Антонову недолго осталось сидеть без работы. Так, Колесов и массажист смотали срок на одной из зонек в квартирской области. По квартире посмотрим. Так, прописан массажист. Мирославля. Квартиру продал. Телефончик. А вот телефон, с которого он звонил к Колесу, выключен примерно уже сутки назад. Алло. Да, здравствуйте, Василий. Как там погода на Солнечной Колыме? Нет уж, лучше вы к нам. Благодарю. Хорошо. Оставайтесь на связи. Галина Николаевна. Включите видеосвязь. Охотен на проводе. Я неофициально переговорил с директрисой колледжа, где преподавала Лиза Захарова, сестра убитой, Елена Захаровой. Мы тут выяснили, что Лиза уехала из Золотогорска. Все правильно. Как мне сказала директриса, у Лизы была какая-то большая любовь по имени Вова. Она несколько лет назад вроде даже собиралась за него замуж, но что-то не сложилось. И вроде сейчас именно к Вове Лиза и поехала. Спасибо, до свидания. Итак, что мы имеем на сегодняшний момент по делу Захаровой? Кто начнет? Разрешите я? Вчера вечером машина Елены Захаровой была взорвана недалеко от ее дома. При взрыве в машине погибли мужчины и женщины. Их личности не установлены. Через несколько часов труп самой Елены Захаровой был обнаружен со сломанной шеей в разбитой угнанной машине возле пригородного шоссе. Кто-то очень сильно хотел выдать ее смерть за обычную аварию. А сегодня мы обнаружили труп знакомого Елены Захаровой, некоего Владимира Колесова, который предположительно повесился. Плюс ко всему у нас есть огромные суммы денег в домашнем сейфе Захаровой, килограмм золотого песка непонятного происхождения. Ну и это мутная история о причастности Захаровой к преступной группировке в Золотогорске пять лет назад. Мы до сих пор не нашли сестру убитой Лизу и предположительно любовника Захаровой Велимирова. А по поводу Лизы Захаровой у меня есть предположение. Как только что сообщили из Золотогорска, у Лизы был любимый в Москве по имени Владимир. Возможно, это и есть наш Колесов. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Тут к вам женщина приехала. Говорит срочно. По делу о взорванной машине. Кто такая? Захарова Елена Борисовна. Сейчас от часу не легче. Елена Борисовна, давайте с самого начала. Да с какого начала? Я же вам говорю. Я только что прилетела. На выходные решили с Эдиком в Эмираты слетать, погреться. Задолбала эта зима. Прилетаю, квартира опечатана. Машины нет. Захарова и Велимиров в пятницу улетели рейсом Москва-Дубай. И сегодня прилетели обратно. Раньше надо было проверять. Раньше, раньше. Раньше они у нас в морге лежали. Я в милицию. Они меня к вам и направили. А где сейчас ваша сестра Лиза? Должна быть дома ждать меня. Она живет в вашей квартире? Ну да. А где ей жить? Я понял. Что ты понял? Это не ее зубная щетка. Какая щетка? Ну, щетка с квартиры, которую мы использовали как образец ДНК Елены Захаровой. Это зубная щетка Лизы Захаровой. А Лена свою увезла в Эмират. Да что же получается? Это получается, что у нас в морге лежит труп Лизы Захаровой? Я попросила Лизу перегнать машину из аэропорта домой, когда мы с Эдиком улетали. Я ей шубу свою отдала. И документы на машину. Техпаспорт, права. Постойте. Вы дали Лизе шубу, документы на машину и саму машину, чтобы она отдала ее домой. Ну да. Мы с ней похожи, в принципе. Фотография на правах маленькая, гаишники не разберутся. Мы сто раз так делаем. А где Лиза? Ага, значит, Чайку. Да. Я сделал запрос на зону, где сидел Колесов. Так. Ну, решил выяснить, что связывало Колесова и этого массажиста. И что? Получается, очень интересная история. Три года назад Колесов спас массажиста от верной смерти. Вытащил его из падающего дерева на лесоповар. Ого, как. Представь себе. Так вот этот массажист после чего научил Колесова сделать удо, оплатил ему адвокат и всячески его опекал на зоне. Слушай, а что за кличка такая странная? Массажист. Юля, ну там же написано. Михаил Окороков. По молодости реально занимался массажем, после чего свои навыки не забыл и всех своих жертв убивал голыми руками. Душил и либо сворачивал им шеи. Сворачивал шеи? Да. Скажите, что вас связывает с Владимиром Колесовым? Мы были знакомы немного по Золотогорску. Теперь он мой поднадзорный. Зачем вы ему звонили? Звонила? Да, звонили. Много раз. И с рабочего телефона, и с мобильного, и даже с домашнего. Олисов. Он подбивал клиник Лиске. Это старая история. Я еще тогда была против. Ну, а теперь тем более. Звонила, ругалась. Вы мне можете, наконец, объяснить причину всех этих вопросов? Я все-таки сама следователем работала. Я же не идиотка. Ваша машина взорвана. Погибли неустановленные пока люди. Лиза убита, а Колесов покончил с собой. У вас есть какая-нибудь версия, кто мог это организовать? Нет. Нет у меня никаких версий. Если нет вопросов, я поеду домой. Я устала с самолета. Мы еще не закончили. Ну, тебе-то что до этого? Да ты ему и так всю жизнь испортила. А я Вовку люблю. Я тебе уже сказала. Этой свадьбы не будет. Никогда. Пока я жива, я этого не допущу. Ну, Лена! Все, я сказала. Если узнаю, что он тебе еще хоть раз звонил, я его отправлю обратно на зону. Срок досиживать. Рука не дрогнет. У меня появилась более-менее связанная версия случившегося. Освободившись из тюрьмы, Владимир Колесов решил возобновить отношения с Лизой, сестрой Леной Захаровой. Лиза, судя по всему, этого тоже хотела. Против была только Елена. Точно. И Колесов заказал Елену Захарову своему другу-массажисту. Сломанная шея – это его почерк. Но убили-то не Елену Захарову. В этом и весь прикол. Массажист мог, ну, скорее всего, он убил Лизу по ошибке, когда увидел ее в Елениной шубе и в Елениной машине. После этого массажист везет труп заказчику, Колесу. А Колесов, понимая, что это он виноват в смерти Лизы, пишет предсмертную записку и кончает жизнь самоубийством. Массажист избавляется от тела Лизы Захаровой, инсценируя аварию на пригородном шоссе. А кто тогда заминировал машину Елены Захаровой? И что за люди в ней погибли? Елена говорит, что понятия не имеет. О золоте и о деньгах в своем сейфе она тоже понятия не имеет? Говорит, что Лиза из Золотогорска привезла, попросила в сейф положить. Врет, конечно, но ни на деньгах, ни на золоте отпечатков Елены нет. Нам даже нечего ей официально подъявить. Так вы ее отпустили, что ли? Пока нет. Предложила ей круглосуточную охрану, так она категорически отказалась. Я вот что думаю, если это ее хотели взорвать, то попытку могут повторить. Предлагаете ловить на живца? А я боюсь, что у нас другого выхода нет. Удерживать ее силой мы не можем. И на все эпизоды у нее и у ее дружка Велимирова стопроцентное алиби. Они все эти два дня были в Арабских Эмиратах. Значит, будем ловить на живца. Да, с местной милицией я договорюсь, они будут ее везти круглосуточно. Дома, работа, магазин везде. Угу. На живца. Алло. Да, сейчас выхожу. Ты подъезд проверял? Проверял. Еще вчера. Плохо делал. Пошли. 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 Что и требовать, доказательств. Он? Он самый. На заколке Лизы Захаровой, подожировые Михаила Окракова, известного также как массажиста. Это он обоим. Сестрам свернул головы. Пойду обрадую Рогозину. Она как раз его допрашивать собирается. Я изучила вашу уголовную биографию, Окраков. И мне почему-то кажется, что разговор у нас с вами не получится. Хотя этого уже и не требуется. Ваша вина полностью доказана. Вы обвиняетесь в убийстве Елены Захаровой, которую вы убили сегодня. И Елизаветы Захаровой, которую вы убили вчера. Вот результат экспертизы. Да спрячьте вы свою макулатуру, полковник. Я все подпишу. Первую я по ошибке мочканул, виноват. А вторую, должок мой был. Святое дело. Вы что, решили дать признательные показания? А мне уже терять нечего, полковник. Я и до суда-то не доживу. Жебрали у меня кровь. Сделайте анализ, все станет ясно. Врачи говорят, максимум пару месяцев мне небо коптить. Ликемия последняя стадия. Вариантов нет. Так что задавайте свои вопросы. Елену Захарова вам заказал Колесов? Заказал? Да никого он мне не заказывал. Я говорю, должок вот мой был. Расскажите все подробно. Короче, вам мне еще на зоне про эту тварь все противно. Я в Золотогорске был. Мы там оборудование ставили. Но эта Ленка, прокурорша, в меня и вцепилась. Настоящий бульдог, а не баба. Я уж и не знал, как ее послать. Но тут она меня со своей сестрой познакомила. С Лизой. Ну, я и влюбился, как пацан. Стихи читал, цветы дарил. А Ленка злилась, конечно. Злилась, так это она его под срок и подставила. Сделала из Вована крестного отца. Что значит подставила? Колесов что, был не виноват? Вован? Да не смешите меня. Он золото от свинца крашеного не отличит. Это она, тварь эта, всеми золотыми делами вертела, чья есть человечка своего. Но ведь у Колесова нашли и золото, и ноутбук, и свидетель на него показал. Вот этот человечек и показал. Посотрудничал со следствием. А золото Ленка подбросила. Местные рыть особо не стали. Ленка у них там была, видно, не последним звеном. Короче, закрыли Вованна. А Ленка в Москву дернула. Инспектором устроилась в Вовкином отделе. Сама, небось, попросилась стерва. Представляешь, она меня и здесь в оборот взяла. Я думал забыть о ней, не видеть. А она все три года официально за мной приглядывать будет. Да наплюй ты, Вован. Ты ничего не должен. Пошел, отметился и гуляет. Тут дело какое, Миш. Я когда освободился, к ней первый раз пришел. Она меня об одолжении попросила. Болу, сходи на вокзал, знакомых встретишь. С сумками помочь надо. Я ей помог. А и че? Она все на пленку сняла. Говорит, никакие они не мои знакомые. Это курьеры, говорит. Золотишко паленое возят. Говорит, дернешься, я пленку вмиг в дело пущу. Тебя срок досиживать отправлю. А я на зону, Миш, не хочу. Мне тех пяти лет во хватило. Гнида прокурорская. А до недели Лизка звонила. Вова, слушай меня внимательно. Это очень важно. Я вчера случайно подслушала. Ленку вроде опять в оборот взяли. Она, похоже, какую-то гадость затевает. Колесов. Запиши. Владимир Колесов. Адрес его у меня есть в деле. Телефон тоже. Да не паникуй ты, выкрутимся. Я же тебе говорю, если совсем кисло будет, то этого Колесова им и подставим. Идеальный кандидат. Я его так однажды в Золотогорске уже использовала. Да, завалим его. На него все оформим. Никто разбираться-то и не будет. Уголовник есть уголовник. И запросила Колесова в милицию идти или из Москвы уезжать. И вы решили другу помочь. Так я ж ему должен был. Вован меня на зоне с того света вытащил. А помирать должником как-то не очень приятно. Короче, решила эту гадину грохнуть. Я, кажется, знаю, откуда взялись люди во взорванной машине. Откуда? А кто-то мог найти ключи на дороге и просто взять машину покататься или продать ее. Я вам предложил покупателя. Он мне тачку покупает без всяких документов и без вопросов за вас. Уехал бы ты до артина с такой смелой. Слушай, я не могу один ехать. Там же с меня могут мотикануть, ты понимаешь? По башке кирпичом, ты знаешь, и бабок не дадут. Я тебе, я тебе, что-то че счастье должна? Какая страховка? Какая страховка? Очень может быть. Только нам не удалось выяснить, кто это. Выясним, выясним. Ребята вон землю роют. Проверяют все списки пропавших без вести. Я в Белодюрную верю. К сожалению, ошибся я. Не той башку крутанул. Когда Вовану труп привез, он чуть с ума не сошел. Става радь, что это не она. Расскажите про взрыв. Какой взрыв? Через час после убийства Елизаветы Захаровой, которую вы приняли за Елену, ее машина взорвалась. Это не ко мне. Я ж не по этой части. Хотя я знаю, откуда взрывчатка. И откуда же? Это мне еще Вован рассказывал. Взрывчатка этой Ленки Захаровой. Она ее еще приныкала в Золотогорске во время какого-то дела в прокуратуре. Там и валялась. А когда Лизка собралась в Москву ехать к Вовану, Ленка ее заставила эту взрывчатку на поезде привезти. Ленка только с этим условием разрешила ей приехать. Лиза чуть не померла со страха, пока довезла этот груз. А зачем Елене Захаровой динамит? А я почем знаю. Только ведь она не угомонилась. Она и здесь делишки свои крутила. Ну, допустим. Но динамит в машине взорвался не сам. Там было взрывное устройство, часовой механизм. Кто это мог сделать? Может быть, Лизка сама и заминировала. Субтитры создавал DimaTorzok Лиза? Вы что, хотите, чтобы я поверила, что простая преподавательница колледжа соорудила бомбу с часовой механизмом? А вы бы хотя бы поинтересовались, что она преподавала в своем горно-рудном колледже-то? Что? Взрывное дело. Ребята, нашлись наши погорельцы. Какие погорельцы? Мужчин и женщины, которые взорвались в машине Захарова. И кто они? Черные маклеры из Павлограда. Муж и жена Сарафановой. Год назад убили дедушку, завладели его квартирой. Год скрывались в Москве, в розыске. Так вот, зубные карты совпадают с неопознанными. Я оказалась права. Во взорванной машине были посторонние люди.